Вы знаете уже, что есть такой метод градиентного спуска, он нужен для оптимизации, для нахождения минимума функции, и он умеет находить локальный минимум функции, к сожалению, про глобальную он ничего не говорит. Но если мы захотим найти локальный минимум функции, то мы можем действовать следующим образом. Возьмем некоторое начальное приближение xt, это будет наша какая-то точка, сначала она может быть выбрана случайным образом. Посчитаем производную f' от xt, то есть производную в этой точке функции f, и она нам покажет направление наискорейшего роста функции, а нам нужно в минимум. Соответственно, нам нужно взять эту производную с минусом. Но если мы просто возьмем производную, это может быть очень большое значение, надо его домножить на некоторую константу. Эта константа называется α, или learning rate, или шаг градиентного спуска. Обычно она выбирается где-то 10-3, 10-4, ее можно потом изменять в ходе градиентного спуска, но, скажем, пока что это некоторая константа α. Домножим нашу производную f' в точке xt на эту α, и скажем, что наше следующее приближение, точка, в которой мы хотим находиться, x, t плюс 1, это точка, которая отличается от x, t на вот это значение. И новое значение функции на t плюс 1 шаге, соответственно, вычисляется таким же образом.